МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями региона познакомлю вас, Ян, Татьяна Трофимова. Переход на газ. Расширение рынка газомоторного топлива обсудили в Нижнем Новгороде. Когда диеты не помогают, в Чувашии провели первую бариатрическую операцию. Первый раз в свой класс. В Чубаксарах молодых педагогов посвятили в профессию. Будущее за метаном. Сегодня в Нижнем Новгороде обсуждали развитие рынка газомоторного топлива. Среди участников расширенного заседания и глава Чувашии. Как в регионах создается достойная альтернатива бензозаправочным комплексам. Подробности у Дмитрия Ковалева. Развивая рынок газомоторного топлива, власти субъектов перенимают лучшие практики. Главы регионов посетили ведущие нижегородские предприятия, где производят специализированную технику для заправки метаном. Количество автомобилей, работающих на голубом топливе, за последние годы увеличилось. На старейшем в России, Горьковском автомобильном заводе, первые машины, работающие на газе, сошли с конвейера 15 лет назад. Сейчас это кооперация производителей. Сборочные цеха локализованы в Нижегородской области. Двигатели выпускают в Ярославле и Ульяновске. Спрос на технику растет. Это новый модельный ряд. На газомоторное топливо уже переводят школьные автобусы, машины скорой помощи, грузовые фуры и передвижные комплексы для аварийных бригад. Это современные автомобилищи. Пневмоподвески. Он и приседает и так далее. Они реально лидеры. У них самая широкая линейка. Техника, работающая на газе, наносит минимальный вред окружающей среде. Крайне важен экономический эффект. Топливные затраты только легковой машины снижаются до 40%. В республике на метан уже переходят коммунальные службы и автоперевозчики. А вот сейчас как раз на газомоторном топливе экологически чистый транспорт. С удовольствием будем покупать. Дешевле. Тем более у нас отношения группы и газ. Они быстрее иные годами, и светлями. Самое главное – это высокая технология производства. Это никакие недоработки. Это основной конвейер. То есть шасси идет, то, которое мы видели, универсальное номер, надевается соответствующим образом, полностью адаптированное. И в соответствии с нормой безопасности кузова. Это прямо на такой же базе. Это уже для школьников. Да, а это уже для школьников. А у школьников это особое требование. Развитие рынка газомоторного топлива для республики – принципиальная задача, отметил Михаил Игнатьев. Ускорить этот процесс должны уже принятые меры господдержки. Для перевозчиков, использующих газ, снижается ставка налога на 20%. Как бы мы ни говорили, что это опасно, газ считается самым безопасным продуктом для использования на разных модификациях автомобилей. В республике мы кое-что сделали. Если взять автобусы, то автобусы у нас практически используют газомоторное топливо от общего количества примерно 10%. Если брать грузовые автомобили, больше грузовые автомашины, то они используют где-то на уровне 13%. Развитие рынка пока тормозит нехватка газонаполнительных компрессорных станций. В эту сферу необходимо привлекать инвесторов, отметил глава региона. Для того, чтобы спрос на рынке удалят в реал все те предложения, которые имеются. Потому что спрос есть, значит мы должны делать. Касаясь станций по переоборудованию, у нас их более 50. Тут, я думаю, проблем нет в этой конкурентной среде. Поэтому на площадке группы газ сегодня посмотрели, какие они станции для заправки газомоторного топлива уже производят. В ближайшие годы автомобилей, работающих на природном газе, должно стать больше. Стратегические задачи перед регионами обозначил председатель совета директоров федеральной корпорации «Газпрому». Российский рынок имеет уникальные предпосылки и огромный потенциал развития. Первое – это то, что мы имеем с вами самые крупнейшие запасы природного газа в мире. Больше нас ни у кого природного газа нет. Я занимаюсь этим вопросом практически пять лет. Пять лет назад, но ничего нет. И то, что вот мы сегодня посмотрели, прекрасные, значит, уже готовые на газе станции. Значит, прекрасные паксы, это которые можно поставлять газ, значит, от материнской ГНС и в любое место можно. Инфраструктура для машин на метане должна становиться более доступной. В планах возвести порядка тысячи газозаправочных станций в регионах. Инвесторам, вовлеченным в эту сферу, планируют субсидировать до 40% затрат. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Нижнего Новгорода. Можно ли предотвратить чрезвычайное происшествие и как обезопасить себя в экстремальной ситуации? Это был один из главных вопросов в повестке дня заседания Кабинета министров. Давайте начнем работу в повестке 18 вопросов. Пожары, дорожно-транспортные происшествия, беспечность на воде. Все это уносит в жизни десятков, а то и сотен людей. Цифры, озвученные на заседании, обескураживают. По итогам восьми месяцев в республике зарегистрировано 1147 пожаров. Я уже сказал, рост почти два раза погибших 49 человек. 20 детей, а это целый класс, потеряли семьи при пожарах с 2014 по 2018 годы. В этом пожар унес жизни сразу двух малышей, причем из одной семьи. Зачастую в гибели детей виноваты сами родители, которые оставляют детей одних без присмотра. Причины пожаров все те же. По причине нарушения правил устройства эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. И здесь надо отметить, при курении у нас рост на 60% по итогам прошлого года. Слава богу, в этом году эта цифра уже в сторону уменьшения. И следующий рост – это нарушение правил устройства эксплуатации печей и дымоходов. Казалось бы, есть выход. Дымовые извещатели устанавливаются во всех учреждениях. А вот о своих домах и квартирах мы забываем. Датчики о пожаре в Чебоксарах установлены в 63 квартирах. Установка приборов проводится в рамках программы повышения безопасности жизнедеятельности населения бесплатно. Работа в этом направлении ведется в Чебоксарах и Новочебоксарске. Другая не менее опасная стихия – это вода. Впрочем, в этом году из-за холодной погоды купающихся было меньше. А стало быть, и тонули тоже реже. За последние пять лет эта тенденция идет стабильно вниз. С 71 человека в 2011 году до 32 в прошлом. Программа «Безопасный город» помогает предотвратить нарушения в общественных местах, комплексы фото-видео фиксации ДТП на дорогах. В целом техническому оснащению и перевооружению пожарных и спасателей в республике уделяется особое внимание. В прошлом году на эти цели было выделено более 100 миллионов рублей. 17 единиц современных и высокоманевренных пожарных автомобилей пополнили ряды боевой пожарной техники. Поддержку такого масштаба Чуваша получила впервые. Важной задачей профильное ведомство считает создание кадрового резерва. Ситуация на сегодняшний день у пожарных сложная. В 2018 году уволилось 33 человека, непосредственно участвующие в тушении пожаров, 23 по причине низкой заработной платы. Без повышения заработной платы конкретно наших спасателей и пожарных, но сохранить тот костяк, который обучен, подготовлен, опыт имеют, сложно будет. У нас уже молодежь проходит медкомиссии и уходят наши федеральные службы. Поэтому в этом направлении, я все же думаю, надо придется поработать. В 2020 году планируется продолжить работу по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. На заседании правительства были обсуждены и другие вопросы. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает народный артист СССР, художественный руководитель Чувашского драматического академического театра Валерий Яковлев. У Валерия Яковлева немало наград. Он лауреат Государственной премии России и дважды лауреат Государственной премии Чувашской Республики. За всем этим стоит титанический труд человека, искренне влюбленного в свою профессию. Он всегда знал, что будет работать в театре. Валерий Яковлев окончил актерские режиссерские факультеты ГИТИСа и в 1967 году пришел в Чувашский драматический театр режиссером-постановщиком. С 90-го его художественный руководитель. Постановки мастер развораживают зрителей своей откровенностью, многообразием стилей и жанров. Он учитывал драматургию разных авторов и старался сохранить ее на сцене. В спектакле «Ежевика вдоль плетня», «Прощание с матерой», «Плач девушки на заре», победители престижных международных и всероссийских театральных фестивалей. Валерий Яковлев создал на сцене и множество актерских образов. За ним не одно поколение актеров, прошедших погружение в профессию у самого Яковлева. Сегодня на его родине в Шамуршинском районе проходят торжества по поводу юбилея. Первую бариатрическую операцию по резекции желудка сделали сегодня в Чувашии. Такое вмешательство показано людям с большим индексом массы тела, которые по разным причинам не могут похудеть и удержать вес самостоятельно. Операцию провел хирург из Москвы. За его действиями наблюдали местные специалисты и наша съемочная группа. Марина Кокарева с лишними килограммами борется всю жизнь с переменным успехом. Сейчас цифры на весах почти в два раза больше, чем идеальный вес при ее росте. Я никогда не была очень-очень стройным человеком. И всегда были мысли как-то скинуть вес. Были какие-то диеты, попытки. Все это было похудеешь, поправишься, похудеешь, поправишься. Это же надо пожизненно полюбить эту брокколи. Но сейчас уже с возрастом начали появляться проблемы со здоровьем. Соответственно, начали вены, ноги, сахар скакать, давление. Когда эндокринолог рассказал ей о возможности бариатрической операции по рукавной резекции желудка, согласилась. Раньше в Чувашии подобное вмешательство не делали. Сегодня провести мастер-класс для чувашских специалистов и прооперировать двоих пациентов. Приехал кандидат медицинских наук, бариатрический хирург из Москвы Евгений Зорин. Пациенты, страдающие избыточным весом, пытаются как-то модифицировать свой образ жизни. Потом подключаются диетологи. В некоторых случаях пациенты обращаются к психологам, приходят к эндокринологам. Есть определенные формы ожирения, определенные степени ожирения, которые осложняются развитием метаболического синдрома. Это сахарный диабет, это артериальная гипертензия, это проблемы с жировым обменом, которые неэффективно лечить нехирургическим способом. Это не косметология, это именно хирургия заболевания. Рукавная резекция называется потому, что во время операции хирург формирует из желудка тонкий рукав около сантиметра в диаметре и объемом около 100 миллилитров. Остальная часть удаляется. Суть операции заключается в том, чтобы помочь человеку на определенном этапе, когда он уже сам не может себе просто контролировать, уменьшить всасывание пищи или чтобы человек быстрее наедался. Пациент, у которого индекс массы тела 40 и выше, а это вот оба наших пациента такие, они смогут похудеть самостоятельно, конечно же, употребляя супернизкокалорийную пищу и занимаясь постоянно физической нагрузкой. Но только когда они вернутся обратно в социум и перестанут этому посвящать свою жизнь, они обратно поправятся. Жить людям ради того, чтобы худеть, крайне сложно в социальном аспекте. По данным Минздрава, в Чувашии около 30 тысяч больных с сахарным диабетом. Половина из них страдает серьезным ожирением и имеет показания к бариатрической операции. В недалеком будущем их планируют поставить на поток в Чувашии. Я думаю, что с помощью наших коллег московских это подтолкнет развитие бариатрической хирургии именно в Чувашии. Мы сможем, а тем более наша больница располагает всеми возможностями для проведения этих операций. То есть и кадры, и расходные материалы, и оборудование. Проводить операции будут по квотам программы «Высокотехнологичная медицинская помощь». Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Документальный фильм Чувашского режиссера Алекса Плата, запечатленный временем, признан лучшим в этой номинации сразу на двух региональных кинофестивалях – в Надыме и Майкопе. Он был снят к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и построен на воспоминаниях людей, живших в годы войны. Сожженные деревни и города, бесконечные бомбежки, расстрел мирного населения, блокадный Ленинград и ужасы концлагерей – все это устами людей, которые прошли войну. Я очень маленький была и запомнила, очень тяжело было. Все герои фильма – жители Чувашии. От их имени ведут рассказ об ужасах войны и перенесенных страданиях обычной школьники. Главному герою фильма Александру Баргану 13 лет. Это его вторая работа в кино. По мнению Александра, именно в таких фильмах особенно остро нуждается подрастающее поколение. Подрастающее поколение думает, что война – это компьютерные игры. Но если больше углубляться, то война – это когда людям нечего есть, негде жить. Когда мне первый раз дали почитать сценарий, меня переполняли чувства. Я не думала, что страдания были в таких огромных масштабах. Съемки документального фильма «Запечатленные временем» проходили в деревне Большие Котяки Чебоксарского района и в Новочебоксарске с декабря 2018 года по май 2019. Автор сценария и режиссер – Алекс Плат. Больше всего мне запомнилась история про мальчика, которому было меньше трех лет. К нему зашли в дом и буквально истребили всех жителей его семьи. Но мальчик не сдавался и шел вперед, искал своего отца. Для меня эти истории очень близки, потому что я тоже потеряла своих прадедов и прабабушек. Пронзительный и глубокий фильм о времени, судьбе своей и целой страны. Это тот самый случай, когда о патриотизме говорить не надо. О нем все сказано в картине молодого режиссера. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, «Республика». На верность своему делу присягнули молодые учителя столичных школ. Ежегодная церемония посвящения в профессию проводится уже более 15 лет. Это всегда яркий эмоциональный праздник. У молодых педагогов все еще впереди и победы, и поражения. Но уже есть любовь к профессии. Иначе бы они не выбрали этот непростой путь. В зале около 300 учителей. Школы, учреждения, дошкольное образование очень ждут их. Ведь это новые силы, новые идеи и новые возможности. На сегодняшний момент здесь создается необходимая материально-техническая база, необходимый уровень средней заработной платы, для того, чтобы действительно учитель мог сам себя реализовывать и получал определенную поддержку, в том числе со стороны республики и муниципалитета. Погружение в профессию лучше проходить с наставниками. Когда за спиной молодого педагога стоит рядом хороший наставник, конечно, это уже хорошее начало для молодого педагога. Я так думаю, что у них все получится, потому что 50% успеха уже есть. Мастерство, искусство к молодому педагогу подойдет со временем, через наставников, через своих детей, через своих учеников, воспитанников, родителей. Учителем каждый может стать только тогда, когда приобретает свой собственный опыт. И так год начат. Учительский труд нелегкий, но ничто не пугает молодых педагогов на пути к своей цели. Я вижу в этом перспективу, мне это интересно. Сам процесс преподавания пока дается достаточно сложно, но я думаю, это все нарабатывается с годами. Каждый новоиспеченный педагог получил сертификат и дал клятву верности профессии. Праздник завершил массовый танцевальный флешмоб. Наталья Мальчикова, Богдана Дойникова, Бахтиар Вильев, Республика. Ну а теперь внимание всем, кто любит спорт и хорошую игру. Хоккейный клуб Чебоксара открывает новый сезон. Пожар. 26, 28 и 29 сентября чебоксарские хоккеисты встретятся с новичком первенства ВХЛ хоккейным клубом Оренбург. Первый тур наши спортсмены пропустили, так как Мордовия в последний момент снялась соревнования из-за финансовых проблем. Сейчас в первенстве осталось семь команд. Завтра в Ледовом дворце Чебоксара-Арена матч начинается в 18.30, а выходные игры стартуют в час дня. Согласно новым правилам, в регулярном первенстве команда сыграет по три матча подряд на своем льду и по три на льду соперника. Серия матчей плей-офф теперь будут проводиться до четырех побед с самой первой стадии. Напомним, в прошлом сезоне чебоксарская команда заняла третье место в регулярном первенстве и получила бронзу по итогам плей-офф. Это все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время на национальном телевидении Чуваши.